Здравствуйте, друзья! Мы уже давно привыкли к тому, что Россия и ее обслуга в Украине называют украинцев фашистами и орут, что у нас тут в Украине фашизм. Но, как это обычно бывает, громче всех кричит «держи вора», обычно сам вор. И именно россияне и их сателлиты как раз часто и позволяют себе откровенно фашистские выходки и занимаются разжиганием вражды. К примеру, на днях народный депутат из фракции ОПЗЖ, а я напомню, что это пророссийская фракция, которая фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку, так вот депутат из этой фракции Илья Кива в своем телеграм-канале открыто написал пост, где разжигается ненависть в отношении крымских татар, ненависть в отношении сексуальных меньшинств. Кроме того, Кива фактически призвал к уничтожению Украины. И его фракция фактически его в этом поддержала, поскольку никто из ОПЗЖ заявление Кивы, его пост, никоим образом не осудил. Татары оказывается коренной народ Украины. Мусульмане, воровавшие православных украинцев и угоняющие их в рабство. Наш коренной народ? А миллионы православных русских, проживающих на территории Украины, тогда кто? Украина сегодня страна, в которой гомосексуалисты, доминирующий и неприкосновенный пласт населения, нацистские преступники, герои, татары, коренной народ, клоуны, власть. Все, тупик. Украина обречена на развал и самоуничтожение. И чем раньше это произойдет, тем больше шансов у нее на возрождение. Дальше все равно нет смысла, написал Кива, комментируя принятие закона о коренных народах Украины. Напомню, что в этом законе речь идет конкретно о трех малых народах Украины, у которых нет собственной государственности. Это караимы, крымчаки и крымские татары. Все они фактически проживают в Крыму. И по понятным причинам из-за этого в России буквально прокляли Украину за этот закон. Уже целую неделю они льют на нас грязь, они орут, они нас проклинают за то, что мы приняли этот закон о коренных народах. И как видим, как обычно, россиянам вторят их сателлиты, их прислужники из ОПЗЖ. По мнению депутата от ОПЗЖ, крымские татары не могут называться коренным народом Украины, потому что они мусульмане и когда-то в прошлом конфликтовали с православными. Тут открытое нарушение статьи 161 Криминального кодекса Украины, причем осуществленное народным депутатом Украины. В цивилизованной стране Киву бы осудили, а его политическая карьера моментально бы закончилась. Потому что от таких злобных идиотов обычно избавляются даже их соратники, которых они же дискредитируют. Но у нас, к сожалению, шансов на это мало. Фракция ОПЗЖ вообще никак высказывания Кивы не осудила. То есть фактически люди, которые постоянно орут, что в Украине фашизм, сами поддержали разжигание ненависти к одному из коренных народов Украины. Но самое потрясающее в этой истории, что тот самый закон о коренных народах, против которого так выступают в России, который так ругают депутаты от ОПЗЖ, был принят в Верховной Раде без единого голоса против. То есть никто из ОПЗЖ, и в том числе психопат Кива, не решился проголосовать против. Таким образом, даже тут, в этом эпизоде, проявилась истинная, лживая и фальшивая сущность депутатов из фракций Бойко, Медведчука и Рабиновича. Но, как бы там ни было, однозначно спускать с рук эту историю ОПЗЖ ни в коем случае нельзя. Забывать об этом ни в коем случае нельзя. Да, конечно, я понимаю, что наши правоохранители, скорее всего, ничего не сделают, и, как обычно, никого к ответственности за это не привлекут. Потому что наши правоохранители беззубые, и они не способны добиваться наказания для реальных преступников. Но, по крайней мере, мы можем отреагировать, как гражданское общество. И крайне важно это сделать. Крайне важно везде, где только можно, при каждом случае говорить о том, что ОПЗЖ – это фракция пещерных шовинистов, которые системно разжигают агрессию, разжигают ненависть, пропагандируют ненависть в отношении группы граждан Украины по национальному признаку. Очень важно, чтобы сейчас прозвучало какое-то заявление от крымско-татарских организаций, возможно, от крымско-татарских политиков, с одним простым вопросом к фракции ОПЗЖ. Разделяет ли фракция позицию Ильи Кивы? Если нет, пожалуйста, выгоняйте его пинком под зад, исключайте, говорите, что это провокатор, и все, окей. Тогда, значит, будем считать, что ОПЗЖ от этого отмежевалось. Если же этого не произойдет, если же все в порядке, Кива остается, значит, ОПЗЖ согласна с этой позицией. И тогда надо открыто говорить, что ОПЗЖ – это фашистская фракция, цель которой как раз пропаганда ненависти и разжигание межнациональной розни. Очень важно, чтобы все журналисты, которые как-то пересекаются с этими политиками, может быть, где-то в кулуарах, обязательно задавали им вопросы постоянно. Вот этот момент, да, он должен постоянно преследовать ОПЗЖ. Им нужно постоянно задавать вопросы по поводу вот таких фашистских заявлений их депутатов. Если, конечно, бой Карабиновичу-Медведчуку так дорог Кива, и они не собираются от него избавляться, и они хотят его оставить во фракции, пожалуйста. Но в таком случае пусть они просто признают, что да, они системно разжигают ненависть. И у них нет никакого морального права вообще говорить о каких-то фашистах, да, критиковать каких-то националистов. Тем более у России нет никакого морального права точно так же критиковать украинский фашизм, что-то тут говорить о том, что в нашей стране здесь какие-то националисты, потому что россияне поддерживают Медведчука. Это пророссийская сила, это их партия. И по сути, россияне тоже несут ответственность за вот это разжигание ненависти и агрессии. Ну и конечно же, друзья, очень важно этой информацией поделиться, максимально ее распространить, чтобы все люди в Украине знали, что на самом деле пропагандирует ОПЗЖ, и с какой стороны на самом деле в украинском политике находятся фашисты. Поэтому давайте распространим это видео, поделитесь им где только можно, поделитесь этой информацией о том, что делает Илья Кива. Подписывайтесь на мой канал, ну а если вам нравится то, что я делаю, вы считаете мою работу полезной, вы можете также поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.